Темплиеры – духовно-рыцарский орден, который был основан после первого крестового похода в 1119 году на Святой Земле в Иерусалиме. Темплиеры также известны под официальными названиями «Орден бедных рыцарей Христа». Орден рыцарей Иерусалимского храма – духовно-рыцарский орден, основанный на Святой Земле в 1119 году, небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном после первого крестового похода в те времена на дорогах было полно убийц и грабителей. Защитить пилигримов было некому, и они вечно подвергались грабежам. Тогда Орден нищих рыцарей, темплиеров, вызвался выполнять функцию по их защите. Изначально темплиеры были настолько бедны, что имели одну лошадь на двоих. В память об этом на печати Ордена был изображен конь с двумя всадниками на нем. В XII-XIII веках темплиеры использовали двустороннюю печать. На одной стороне был изображен купол скалы или купол храма гроба Господня, а на другой – символ Ордена, два рыцаря на одном коне. Расцвет Ордена в 1120 году рыцарем Ордена было выделено место под штаб-квартиру в Иерусалимском храме. Благодаря этому рыцари получили еще одно название – храмовники. По совету короля Болдуина II Гуго де Паен, один из основателей Ордена, отправился к папе Гонорию II с требованием организовать второй крестовый поход, ссылаясь на бесчинство мусульман на территории Иерусалимского королевства. Гуго де Паен объехал почти всю Европу с целью собрать войска для нового крестового похода. Кроме того, рыцари собирали пожертвования на нужды Ордена. В 1128 году на Великом Церковном Соборе во французском городе Труа Орден Темплиеров был официально признан и даже получил свой собственный свод правил. Со временем устав Ордена расширился до нескольких сотен правил, которые регламентировали все аспекты жизни рыцарей, включая одежду, питание и социальные ограничения. Особое внимание уделялось об этом бедности, безбрачия и послушания. Темплиерам запрещалось целовать даже родную мать. Нарушители подвергались различным наказаниям. Вплоть до порки и изгнания из Ордена, рыцари Ордена должны были носить белые с черным одежды, на которых был вышед красный крест. После официального признания Орден очень быстро превратился в серьезную военно-политическую организацию. Темплиеры получали большие пожертвования, как денежные, так и имущественные. Например, королева Португалии Тереса в 1129 году подарила Ордену земельные владения, а в 1134 году король Арагона Альфонсо I завещал бедным рыцарем земли на севере Испании. В дальнейшем тамплиеры получили владение в большинстве стран Европы. В 1222 году в Париже построили замок Тампль, который считался неприступным. Именно он стал новой резиденцией магистра Ордена. Деятельность Ордена Орден Тамплиеров обладал развитой банковской структурой. Казначей Ордена изобрели схему дорожных чеков. Отправляясь в путешествие, люди могли не брать с собой золото и драгоценности, а сдать их в казну Ордена и получить чек с подписью главного казначей и отпечатком собственного пальца. При этом с путешественника брали небольшой налог. В банке Ордена выдавали и суды под 10%, по сути занимаясь кредитованием. У тамплиеров были собственные верфи и порты с хорошо оснащенными кораблями. Бедные рыцари активно занимались грузоперевозками, а также доставляли паломников из Европы в Иерусалимское королевство, что приносило им немалый доход. Меньше чем за 100 лет тамплиеры построили в Европе около 80 соборов и 70 церквей. Однако большая часть казны Ордена уходила на нужды войны с мусульманами на Святой Земле. Закат Ордена после падения Иерусалима весной 1291 года, главная цель существования Ордена Тамплиеров, защита Святого Королевства, была утеряна. Церковь воспользовалась этим, рыцари Ордена стали обвинять в ереси и падении Иерусалима. Французскому королю Филиппу IV Красивому не нравилось особое положение тамплиеров. Он не терпел никакого вмешательства в дела королевства со стороны Ордена. Кроме того, Филипп был должен Ордену огромную сумму денег. Правитель планировал со временем занять пост великого магистра тамплиеров, чтобы иметь право распоряжаться их казной. Для этого он подал прошение на имя Жака де Мола, великого магистра, и попросил принять его в рыцари, однако Жак де Мола отклонил это предложение. Тогда Филипп решил способствовать падению Ордена, и вскоре ему представилась такая возможность. Бывший тамплиер, который был изгнан из Ордена за убийство, находился в тюрьме. Он обвинил своих братьев-рыцарей в грехах против веры, которые они якобы совершали. Король воспользовался этим и потребовал от папы римского отказать Ордену во всех привилегиях. Одновременно с этим был издан указ, направленный на арест всех тамплиеров, а все их имущество, согласно указу, переходило в казну государства. 13 октября 1307 года всех тамплиеров, не успевших укрыться, арестовали и подвергли допросам. Их обвиняли в ереси, отречении от Христа и мужеложстве. Под пытками многие рыцари признались в обвинениях. В 1310 году возле монастыря Святого Антония под Парижем на костер взошли 54 рыцаря, которые отказались от показаний, данных под пытками ранее. 5 апреля 1312 года папа римский издал документ об упразднении Ордена. В 1314 году был вынесен приговор великому магистру Ордена Жаку де Молу. Его и еще нескольких участников Ордена приговорили к тюремному заключению. Основанный в 1119 году Орден Тамплиеров изначально пропагандировал нищенский образ жизни, а своей целью провозглашал защиту паломников, направлявшихся к святым местам. Однако очень скоро Орден Храма превратился в могущественного спрута, распустившего свои щупальца во многих странах Европы. У него появились своя армия, свой флот, огромные, не сопоставимые ни с одним королевским домом, финансовые возможности. Да подлинно известно, что Тамплиеры первоначально обосновались в Иерусалиме на Храмовой горе и занялись странным и несвойственным для воинов делом, в строжайшей тайне принялись вести земляные работы, а по сути — раскопки. Есть уверенность, что благодаря дружеским отношениям с Иерусалимским патриархом им удалось получить доступ к древним документам, в том числе и к Евангелию от Никодима. Рыцари с самого начала правильно рассудили, что значимость и известность ордену могут придать христианские святыни, поисками которых они и занимались. Одной из подобных святынь являлся святой Грааль, который, скорее всего, представлял собой чашу из обычного поделочного камня, содержащего в себе капли крови Иисуса. Получив Евангелие, Тамплиеры искали Грааль в священных землях Иерусалима. Вероятно, что им удалось отыскать чашу, а, возможно, и некоторые другие святыни. Их дальнейшие шаги нетрудно предугадать, а находки тайны было сообщено Ватикану. Новость вызвала эффект разорвавшейся бомбы, поскольку папская курия не признавала Евангелие от Никодима, как и наличие самой реликвии. Пути назад у Ватикана не было, поэтому пришлось идти на компромисс. Папа поддерживает Тамплиеров во всех начинаниях и предоставляет им свободу действий, а те, в свою очередь, молчат. Великий магистр добился поставленной цели и, заручившись поддержку церкви, Тамплиеры отказываются от заявленных принципов и начинают увеличивать денежный фонд ордена. Его репутация как финансового учреждения была настолько безупречной, что ему доверяли управление своим имуществом крупнейшие феодалы. Даже сами монархи, которые не брезговали занимать, брали у Тамплиеров крупные суммы в долг. Одним из крупнейших должников и завистников могущества ордена был французский король Филипп IV Красивый. Узнав о существовании чаши Грааля и желая разбогатеть за счет Тамплиеров, 13 октября 1307 года он издает указ об аресте всех членов ордена. Только в Париже было арестовано 140 рыцарей. В марте 1312 года папа Климент V подписал булу о распуске ордена, хотя и не поддерживал политику французского монарха. Тамплиеров пытали, и большинство из них сознались в страшных вещах. В том, что, вступая в орден, они отрекались от Христа, плевали на распятие, в том, что покланились языческим идолам и практиковали сексуальные извращения. Великий магистр и его ближайшие соратники, проведя в застенках несколько лет, сгорели на костре. На своей казни, как утверждает легенда, великий магистр ордена Жак де Моле проклял короля, его чиновников и папу. Предсмертные слова магистра сбылись. Понтифик умер мучительной смертью уже 20 апреля того же года, а 29 ноября от паралича после падения с лошади скончался и сам король. Та же участь настигла наследников Филиппа IV и остальных участников заговора. Во время всеобщих арестов членов ордена король лично руководил операцией в парижской резиденции тамплиеров. Известно, что итоги обыска привели его в бешенство, ведь архивы и сокровища, реликвии тамплиеров, собранные за 200 лет существования ордена, бесследно исчезли. Но в материалах следствия обнаружилось, что накануне ареста из парижской цитадели ордена отправились 60 рыцарей с лошадьми, навьюченными грузом и с двумя тяжелогруженными повозками. Этот караван был якобы перегружен на 18 галер ордена, ждавших в устье сены. Куда ушли эти галеры, до сих пор неизвестно. Спустя много веков были изучены подвалы самой большой башни замка Жизор — башни узников. В 1307 году сюда заточили нескольких высокопоставленных тамплиеров. На стенах своего узилища они оставили странные изображения, вырезанные в камне. На них высечены какие-то шифровальные надписи, абресы пылающего сердца, крестов, астральные знаки. Но самое странное изображение — фигурки дикарей в юбках из пальмовых листьев и с перьями в волосах. Можно лишь предположить, что речь идет об американских индейцах. Под всей территорией крепости тянется разветвленная сеть подземных ходов. Низкие, выложенные камнем проходы образуют настоящий лабиринт. В двух местах ходы перекрыты массивной кладкой. Ходы заложены давно, и никто не пытался узнать, что там, за рядами огромных каменных глыб. Всевозможные гипотезы по этому вопросу в основном стали появляться после выхода в свет книги французского историка и журналиста Жерара де Сада Тамплиеры «Среди нас», и во Франции разразился настоящий скандал. Выяснилось, что во второй половине XII века Жизор действительно несколько лет управлялся Тамплиерами, которым доверили этот замок французские короли. Они вполне могли подготовить убежище для казны и документов ордена. Но если логически помыслить, то можно сделать вывод, что Тамплиеры, даже если бы захотели, не смогли вывести все свои богатства, накопленные за 200 лет существования ордена. Проходит несколько лет после бесславной кончины ордена, и вдруг прекрасно организованная и вооруженная армия эрцгерцога австрийского Леопольда Габсбурга терпит поражение от обычных крестьян, спустившихся с Альп. Именно поражение от жителей трех крохотных кантонов, сразу провозгласивших создание независимой страны под названием Швейцария, вызывает подозрения. Ни один здравомыслящий человек не поверит в подобную сказку. Разумеется, без участия Тамплиеров в данном случае не обошлось. На их деньгах поднялись Генуя и Венеция. Они являлись истинными хозяевами многих торговых кораблей, уходивших в плавание из этих портов. Тамплиеры через подставных лиц субсидировали экспедицию Колумба, поскольку у нищей испанской короны попросту не было средств. Что же касается основной реликвии Ордена, то она никуда не пропала. Чаша Грааля лежит себе спокойно в секретном отделении одного из банков Цуриха или Берна и продолжает охранять покой Альпийской Республики. Можно предположить, что она могла быть передана Ватикану в обмен на покровительство. Не напрасно же охрану папской резиденции, вот уже 500 лет несут швейцарские гвардейцы.